Голубоглазый бренд Беларуси. Почему десятки лет страна остается мировым флагманом по производству льна? Наши предки были не дураки. Они знали, что нужно делать. В эко-тренде. Практично ли льняное свадебное платье? Когда оно льняное, в нем все дышит тело, как голый. И есть ли поклонники у кукол из винтажного льна? Я так думаю, что этому льну, наверное, лет 80-90. Посмотрите, как он сохранился. Секреты популярности льняных тканей узнаем в этом выпуске программы «Белорусский стандарт». Это сердце льняного производства всей Европы. Почти за вековую историю комбинат «Ворша» произвел более 2 миллиардов погонных метров ткани. Если сшить ее в один рулон, земной шар по экватору можно будет обернуть 86 раз. Сегодня сюда привозят сырье с льнозаводов всей страны. Девочки поймут, на что это похоже, на нерасчесанные волосы. Сначала большая машина, как гребень, прочесывает волокна. А это готовый полуфабрикат. Выглядит как волосы принцессы. Ну или как мои. Только мои немножко цветы. Бьюти-процедуры у льна не заканчиваются. А льки волокна окрасываются. Только не искусственно, а натурально. Ратная цвета льна слесываются в воду. Так получается продукт для будущих нитей. Прялки заменяют машины. Есть контроль качества, стирка, глажка. На выходе ткани хуже, чем у бабушки. Вообще на Оршанщине более 500-летняя традиция производства льняной одежды и льняных тканей. Ведь только лен растет у нас. Не шерсть. Ее очень мало у нас производится. Хлопок тем более у нас не растет. Но вот лен – это то, что белорусы отличают. В белорусский лен одеваются во всем мире. География экспорта более 40 стран. От Бразилии до Японии. Что ответим тем, кто говорит, а вот есть какой-то такой европейский лен, есть вот какой-то обработанный, наш белорусский умнется и так далее. Что мы им скажем? Это все стереотипы и вообще выдумки? Мы скажем о том, что это говорит дилетант. Человек, который вообще не понимает ни в текстиле, ни в природе волокон, да вообще ничего не знает. Весь лен, который продается в Европе – это или лен аршанского ленокомбината, или лен, который произвели китайские потребители. Почему белорусская ткань в лидерах на рынке и как определить натуральный лен, расскажем чуть позже. Вот это, к примеру, персонаж у нас Шушумба называется. Шушумба – это девочка нашей дочки, так друг друга, в общем, называли. Волчок, летучая мышь, тролль, лисица – это не герои мультфильмов, а имена кукол из винтажного льна. В орлоне самотканного полотна Павел Петрищев с женой нашли пару лет назад в сундуке в деревенском доме бабушки. Это не редкость на самом деле, потому что в Беларуси очень много, где бабушки ткали сами для себя, отбеливали, потом платье шили. Я так думаю, что этому льну, наверное, лет 80-90. Посмотрите, как он сохранился. И самое интересное, что у него запах этого такого нет противного, шешкафного. Ткань решили пустить в дело. Так семья придумала первого льняного героя. То есть это, может быть, вот это заяц такой, видите, тоже ноги, да. А вот так может быть кот. Все, и мы ему, это мультфильмы такие, котопес там был все это на свете, да. А мы вот котозай придумали такое название ему. Эксперименты закончились рождением бренда. Концепция – игрушка под старину. Кажется, что ее оставили в наследство мама или бабушка, а то и вовсе нашли сокровища на чердаке. Когда мы позиционируем, что это культурный кот нашей страны, он ментальный кот даже, я бы сказал, он в нас просто находится. И самое главное, понимаете, что он напоминает мне детство. На удивление, большинство покупателей – взрослые, а не дети. Почему? Узнаем дальше. Лен в тренде, скажут модники. Натуральные ткани нынче не уходят с подиумов. Дизайнер Наталья Минина однажды пошла на эксперимент. Решила пошить изо льна свадебное платье. Вдохновилась белорусской природой. Я думала, как можно выразить свои мысли, свои видения через природу. Не только там цветочками всякими такими, а вот именно через ткань. Вот что может расти такое? И потом меня навело это на мысль, что наш лен, он тоже растет у нас в Белоруссии. Это наш аршанский комбинат, это наши ткани, это все наше. Задача стояла очень сложная, но я понимала, что в принципе возможно все. Первая коллекция и сразу успех. Леные свадебные платья Наталья показала на неделях моды в Лондоне и Париже. Все привыкли видеть, что свадебный наряд изо льна – это рубаха с вышивкой. Ну, естественно, от меня ожидали того же, когда я говорила, что у меня скоро будет показ. Когда я показала, что лен может быть роскошным, что его можно показать с другой стороны, было восторг у людей, у зрителей. Но были и скептики. Говорили, что лен – непрактичный материал. Да, лен мнется, но с точки зрения профессионалов и, например, профессионалов высокой моды, когда есть слегка мятость, это говорит о том, что это натурально. Ну и льна более 20 видов сейчас есть разного. То есть есть такие технологии, где можно лен специально сделать обработки. То есть не обязательно это на производстве. Даже мы сами там с портной делали обработку там, где он меньше мялся. А вот что о мятых платьях говорят невесты, спросим у дизайнеров чуть позже. Хобби семьи Павла Петрищева – создание винтажных кукол. Игрошки пластичные, гипоаллергенные и креативные. Но главное – сделаны из самотканого льна. И людей это цепляет? Очень даже, да. Северная Америка очень-очень нравилась. Это все азиатский рынок. Особенно японцы. Для них это вообще… Я думаю, что это подходит именно по тему, что это энергия времени идет, плюс работа ручная, ну и все-таки современная подача. Это обязательно. Большинство покупателей – взрослые люди за 50. Куклы они не играют, а коллекционируют. Особенный восторг льняные игрушки вызывают у иностранцев. Это, кстати, один из наших первых персонажей, который за границу уехал в Японию. Мы тоже как-то через социальные сети позиционировались. И какой-то японец, ну не какой-то, конечно, неправильно будет называть, из Осаки. И вот он нам просто покоя не давал. Он писал, он нас там комментировал. Единственный экземпляр – ручная работа. Десятки часов. Куклы разлетаются по всему миру. Льняные персонажи уже живут в домах Австралии, Америки, Европы. Белорусы же пока просто интересуются. Я там работал с некоторыми компаниями. Но, наверное, просто это обыденно для них. Мы не так это ценим, потому что у нас это всегда было и есть. Под рукой, да. Возможно, только игрушки, но всегда же хочется что-то, наверное, заграничное получить. Понимаете? А им хочется получить наше. Так история из бабушкиного сундука оживает. Ален остается брендом Беларуси на века. И улетит эта кукла куда-нибудь по миру. И не будет знать там покупатель, что сидела одна журналистка и плела этой кукле косы. И смотрится это все так эффектно на фото. И в льняной рубахе жених. И ты идешь такая босичком по траве. Там жених как раз был. И ходишь за малькой льняной. Льняные платья – новый эко-тренд свадебной моды. В Беларуси эксклюзивные наряды шьет дизайнер Наталья Минина. Например, на эту модель с валанами ушло более 16 погонных метров ткани. Такие платья у меня заказывали. Даже здесь девочка в Беларуси заказывала. У них была в таком деревянном стиле, в коттедже. Это платье у меня объездило уже все страны. Оно и без меня ездило на конкурсы какие-то там красоты. Еще куда-то. В Милане, в Париже оно было, в Москве. Платье может быть весомым, говорит Наталья. Но точно не тяжелее пышные корсетные юбки из фатина. К тому же лен может спасти невесту на летней свадьбе. Везде я стараюсь ставить подкладку лен, потому что в нем вообще не приедет. Потому что летом вообще жара, да. И невесты все, они просто никакие. Они мучаются в этих платьях. Когда оно льняное, в нем все дышит. Тело как будто, ну, как голый. Ткань Наталья использует только белорусскую. Стоимость платья не превышает любую другую дизайнерскую модель ручной работы. Фигуру держит хорошо. За счет того, что там нити такие плотные, хорошие, чем эти искусственные ткани. Заграничные невесты оценили идею. Белорусские пока заказывают льняной подвенечный наряд только в особых случаях. Например, для свадьбы в национальном или эко-стиле. Все привыкли просто друг за другом повторять, грубо говоря. Вот как у блогера я сделаю. Или вот так вот я сделаю, чтобы было круто прям. Ален, он, например, платье из льна, оно необычное. Но оно не будет вот таким вот огромным пышным, таким сильно блестящим. Таким прям, как бы, ну, вычурным таким, вырви глаз, да. А мы возвращаемся на льнокомбинат. Оршанская фабрика крупнейшая в СНГ и Европе. Сырье натуральное, со своих полей. Технология от предков. Можно ли как-то определить, натуральный лен или нет? Конечно, можно определить. Как, давайте, такой лайфхак. Ну, во-первых, вы возьмите эту ткань и потерите. Если ткань начинает с мятость, это стопроцентно в этой ткани содержится лен. Второй критерий – структура ткани. Если льняное платье прилипает к телу и электризуется, значит, в составе синтетика. Но есть и натуральный микс волокон. Вот у нас ткань, которая произведена с добавлением вискозы. Вискоза – это натуральное волокно. Вот, обратите внимание, это все удешевляет саму ткань. Вот у нас ткань, обратите внимание, чисто льняная. Вот 23 рубля 82 копеечки стоит. Подобная ткань из вискозы, она уже стоит 14 рублей. Преимуществ у льна не счесть. Он отличный теплоизолятор. Зимой в нем не холодно, летом не жарко. Сюда же добавим бактерицидные свойства. Ученые доказали, при соприкосновении с льняными тканями болезнетворная микрофлора погибает, а стирка делает изделие только лучше. Любая льняная ткань с годами становится, особенно если это качественная ткань, становится лучше, она становится мягче. В отличие от хлопка, который разрушается. Следуя текстильным трендам, на комбинате создаются старинный лен с краш-эффектом, мягкий, плотный, технический. Покупатели едут как из соседней России, так и из дальнего зарубежья. Говорят, качество проверено. Люди приезжают к нам, потому что они прекрасно знают. Один из брендов в Беларуси, такой как БелАЗ, МАЗ, тракторный торшанский ленокомбинат. Потому что это символ нашей республики. Я всегда говорю, если вы побыли в Беларуси и не увезли отсюда лен, вы в Беларуси не были.